Привет, это Бесконечный Цилиндр и мои Колобки. Банда Колобочников. В прошлой серии мы получили новую мутацию в виде сердечка, которая позволяет нам быстро регенерировать. Мутацию мы эту получили у злостного, огроменного мутанта, у которого отобрали сердце. Если ты не смотрел, то посмотри предыдущую серию, а мы продолжаем. Бежать от цилиндра и искать свои воспоминания. Значит, я тут уже все пробежал, посмотрел в округе, ходовок тут мало. Я хочу сейчас вначале забрать яйцо у миссис Пук. Это я так называю летунов, которые высиживают яйца. Сейчас я тебе покажу их. Вот где-то она здесь была. А где? А где? Она что, местоположение сменила? Она улетела, что ли? Уже высидело яйцо. Вот это поворот. Подожди, сейчас мы ее найдем. Она где-то тут была. Вот она, вот она, миссис Пук. Она куда-то полетела, это самка. Она вот здесь вот высиживала яйца. Есть яйцо? Есть, ништяк. Возьмем одно. Нам одного всего будет достаточно, не обижайся, миссис Пук. Ой, кажется, она разозлилась. Так, бежим, ребята. Давай сейчас разобьем быстренько яйцо. Возьмем с него вот эту штуку. Вот, отлично. Пополним свое здоровье, поедим. Кажется, они там разбушевались. Давайте, сжирайте это яйцо. И бежим. Все, чутненько. Так, теперь нужно понять, куда нам бежать. В ту сторону никак. Туда тоже никак. Кругом одни скалистые горы. Очень плохо. Очень печально. Оказывается, все было рядышком. С миссис Пук есть подъемчик. Вот этот подъемчик. Я по нему залез. Залез на гору. И через него сейчас. И будем преодолевать барьер. Мы перешли. Надеюсь, там есть проход. А если его нету? Вода. Куда нам? Какая ближайшая стелла? Стелла, стелла, стелла. Ближайшая. Вон та. Все, бежим скорее туда. Она опять на воде, что ли? Юху. Там вроде была дорожечка. Так что не страшно. Но мы должны очень отдаляться от цилиндра. Ну да, в принципе, нормальное расстояние. Бежать тут фигня. Главное, чтобы выносливость не кончилась. А она уже у меня заканчивается. Меньше половины. Черт подери. Давай, колобок. Я верю в тебя. Что там у меня припекает? Но пока нормально держимся. Все, мы успели. Меньше паники, больше дела. И у меня выносливость под конец кончается. Смотри, все. Я сдох. Ну давай, еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Вот так вот. Отлично. И где это мы очутились? Где пустыня вообще моя? Пустыня, ты где? Кстати, я никогда близко так еще не подходил к вот этой планете. К спутнику планеты, на которой мы находимся. Какая она здоровая, эта планетка. Цилиндр остановился? Так, не надо здесь до меня бузить. Сколько тут всего? Да, цилиндр остановился, можем здесь блуждать. Почисталь. Поехали. Кстати, надо выбрать своего крутого чувака, который умеет аналитические темы всякие задвигать. Ну, в смысле, не понял? Голос в воспоминаниях закричал. Цилиндр призвал математика. Это место теперь небезопасно. Смотри, что он про... Ты от... Отпусти башню! Он сейчас ее сломает нафиг, и цилиндр поедет дальше, да? Скотина, а? Что ты творишь, негодяй? Ну, он одну только сломал башню. Перелез обратно. Цилиндр вроде не... А, ну, он его сейчас покатит. Естественно. Да, все, он его покатил. Черт! Только я обрадовался, что... Спокойненько сейчас тут походим. Ладно, бежим. До следующих цилиндров. Ё-моё, какой здесь овраг большой. Я даже выносливость-то толком нормально не восстановил. Ребятульки, топите в пол. Вот до того цилиндра надо... А, цилиндра... Стелла надо бежать. Слева была. Надо было еще раньше бежать. Че я смотрел, как он ломает эту Стеллу? Чунгачку, блин. Какая Стелла ближе? Правая, левая? Как думаешь? Да ладно, до левой добежим. Черт! Маленький чувачок сбил мне скоростной напор. Я че, тебя разве не изучал? Синий языкохват. Черт! Ну пока нормально, пока нормально. Держимся. Где ж пустыня-то, ё-моё? Я уже столько расстояния преодолел. Ой-ой-ой-ой, камушки. Ну вот она, вот она, Стелла. Родненько я. Качусь как могу. Успеваем. Все хорошо. Ну забег. Ну я дал, так дал. Марафончик небольшой. Все, здесь ок. Но если математика еще раз вылезет и сломает Стеллу, это будет, конечно, караул. Я так не хочу больше. Все здесь. Никто не сдох. Вроде да. Вроде все здесь. Итак. И вроде тишина. Продолжая свое путешествие по пустыне, Требомы почувствовали, что за ними кто-то наблюдает. Но то был не жестокий взор цилиндра и его слуг. Нет. Словно кто-то пытался помочь им. Указать им путь. А кто это был? Голос в воспоминаниях убеждал их двигаться вперед. А, голоса. Конечно. Гляди-ка на Стеллу. Три луча от нее отходят. Значит, на этой территории находятся три каких-то важных объекта. Ну давай прокатимся, посмотрим, что тут. Щега-бау. Щега-бау. Опа, водичка. Вот, значит, первый объект. Че это такое? Какая-то странная фигня. Вау, вау, что происходит? Что происходит? Надо встать сюда. Руины? Часть древнего храма? Нет. Не совсем. Кажется, одного трибума у меня унесли. Но пошла заставка. О, змей. Змееныш. Спускается с небес. Только не бей меня, так он прям к нам спустился. Ой, какие у тебя усы изо рта. Нам хана. Он нас сожрал. Боже мой, зачем я встал на этот храм? Там он исхал. Да ладно. Мы внутри? А я могу отсюда пыть? Трибу мы попали в ловушку? Неужели их путешествие закончено? Мы в желудке. Ну, в принципе, у него рот открыт, я так понял, что мы можем выбалиться с него, да? Без проблем вообще. Фу, как тут воняет, наверное. И ходить по слизистой червя, ну такое себе удовольствие, неприятно, мне кажется. Ножками ощущать это все. Что это было за место? Трибу мы были мертвы? Если так, то это очень необычный, загробный мир. А это кто там? Старейшина Неви? А внутри червя живет старейшина. Ты посмотри на него. У него ноги попрыгая. Кубическая форма. Ну, привет. А что ты тут? Подожди, он какой-то... Ты как камень. Он каменистый. И... Странная у тебя форма. Ладно, поболтаем, расскажешь нам что-нибудь интересное отдельное. Кто-то вообще. Может, этот странный старейшина расскажет им о том, что происходит? Но прежде чем они смогли задать вопрос, старейшина заговорил. Небесные китуалы увидели ваше путешествие и рассказали мне о ваших подвигах. Между нашими народами, трибумами и китуалами существует древняя связь. Когда-то мы жили в гармонии, но вторжение в наш мир разорвало эти узы. Если вы не знаете их песен, китуалы не признают вас своими друзьями. Так что я должен помочь, чем могу. Парящие дворцы, которые вы ищете, лежат впереди, как и было сказано. Но они не помогут вам, если вы не вернете себе силу своего народа в украденную цилиндром. Есть только один способ это сделать – войти в портал, связывающий наш мир со знамя вечного цилиндра. Превратником там является величайший слуг цилиндра – математик. Он поглощает все, что имеет ценность для цилиндра. А его хозяин сейчас заинтересовался кристаллами, которые китуалы носят в качестве корон. Найдите эти кристаллы и получите мутацию, которая позволит вам стать таким кристаллом. Так вы обманете математика, заставите его пропустить вас. Теперь же мне нужно вернуть вас обратно. Времени мало. Накитуалы охотятся, их осталось совсем немного. Надеюсь, вам будет сопутствовать удача. Это важно для всех нас. Ничего себе, тут еще и народы разные есть. Ой-ой-ой-ой. Нас... Че, нас походу выблевывают. Боже мой. Это отвратительно. Ну вот, нас выплюнули. Сейчас мы полетим кубарем. Все, змея исчез. Но мы теперь знаем, что внутри у змея. Трибу мы начали понимать, что их путешествие целью своей имеет не только выживание. Раньше они заботились только о себе. Но теперь им доверили дело, которое повлияет на всех. Вот так-то. Знание, что они действуют ради общего блага, одновременно пугало и придавало сил. Ху-ху, круто. О, возрождающий камень. Я еще двух могу возродить, и не надо этим воспользоваться. Я же лидерство поднял. А еще нам сказали, что нужно найти кристалл, летающие дворцы и песчаные моря. Ну, то есть пустыню. Короче, поиск у нас завернется, я не знаю, в рулон такой, что можно шауху хавать. Так, значит, смерть. Кого будем возрождать? Хуга. Зумбу. Хуга. Двух пухляшков давай возродим. Почему бы нет? Будем много собирать всего. Банду всю восстановил. Остановил, теперь у нас огромное семейство трибумов. И чтобы их защитить, нужно найти кристалл, чтобы цилиндр нас пропускал. Или математик. Кто там пропускает нас, математик или цилиндр? А, не важно. Это все равно одно целое. Ну что, давай здесь побродим. Кстати, пока я тут катаюсь, осматриваю территорию, я совсем забыл, что нам нужно найти мозги и железы яда, которые помогут нам сохранить способность оцветить. О, кстати, вот один чудик. Блин, еще и птица, она сейчас кого-нибудь схватит же. Я же знаю ее. Тут много птиц, на самом деле. Так, кто у нас там с ядом? Вот ты, пумба, иди сюда. Пойдем заливать вот этого мохнатого монстрика. Так, никого не схватили? Ну, слава богу, пока дернусь. Так, мохнатик, где у тебя глазик? Заливаем его. У тебя есть мозги, которые мне нужны. Они прям очень нужны. Извини, братюнь. Ты, конечно, любишь трать трибумов, я знаю, но вот мозги твои мне очень нужны, чтобы спасти свое племя. Блин, ребят, ну зачем вы его водой поливаете? Я вот его кислотой обливаю, а вы его тушите. Как он долго терпит. Ты посмотри, живой какой, живучий попался. Все, наконец-то жопка раскрылась. Сколько мха. Вот бы в нем укутаться, тогда бы точно тепло. А вот и мозги, собственно. Так, стоп, эти мозги возьмет зумба. Зумба, иди сюда. Зумба-юмба. Мозги есть. Отлично. Теперь нужна ядовитая железа. Где бы нам ее достать? А у нас, кстати, осталось еще одно хранилище какое-то. Точнее, строение, на которое показывает Стелла. А это как раз-таки храм для прокачки талантов. А что мне там качать, если я уже потратил все свои камни и пыльцу на возрождение? Ну, пойдем зайдем в этот храм. Мы же кого встретим там. О, гляди, реально, старейшина есть. Пойдем поболтаемся. Ну, рассказывайте. Старейшина. Проекция из бассейна поделилась своей мудростью с трибумами и показала им, как защититься от жестокого света их врагов. Но это мы все уже знаем. Показывай скорее. Так, вот эту мутацию. Нужна какая-то ягода в основном, какая-то еда. Именно эту мутацию мы теперь можем защитить. Если я ее отмечу. Подожди. Нифига себе, сколько у меня мутаций-то открылось. Ты погляди. На самом деле, очень много мутаций я теперь могу защищать. Я сейчас тут соберу кристаллики. Пыльцу. Пыльцу, пыльцу, пыльцу. Вот так вот. Как кто-то говорил в комментариях, обычные пчелы собирают пыльцу, а Бэкс собирает кристаллическую пыльцу. И какой же тогда из кристаллов получится мед, а? Ух ты, в кои-то веки в храме нашел хороший кристаллик. Так, значит, где у нас там? Выбрали гома. Давай, перерабатывай. Это очень вкусный кристалл. Ну, вроде бы все кристаллики здесь собрал. Давай вкачаем сейчас выносливость. Потому что мне что-то в последнее время не хватает. Ого. Следующая прокачка 17 пыльцы. Минеральные. Это прям капец как много. Ой, да. Мы выбрались. Итак, поскольку у нас открылась куча всего, нам нужен третий глаз. Третий глаз у нас вот есть у Тева. И давай искать, значит, зеленые всякие штуки и растения какие-то съедобные. Где у нас справочник? Так вот. Значит, мне нужно светоплод и крем-крем. Ну, начнем со светоплода. Ты его тут видишь? Ну, по крайней мере, он у меня появился на сенсоре. Но, скорее всего, в зимнем биоме такого нет. Я думаю. Ну, сейчас покатаемся, поглядим. О, вот этот чудик нам нужен. Смотри, я там мельком просмотрел одну мутацию. Можно, в принципе, все посмотреть, зафоткать и искать. Значит, вот, нам таких три штуки нужно. Дохлый лизун нужен. Вот это тот, что у нас. Какой-то кабачок. Короче, из всех мутаций я тут посмотрел. Мы сейчас в зимнем биоме не сможем найти растительность летнюю. Вот такую вот всю. Мы сможем найти только вот эту вот. И защитить эту. Это кожа с мехом. Ее по-любому надо защитить. Пойдем искать грибы и вот этот вот пушок. Пушок нашли. Сколько там надо? Три штуки. Морозные грибочки ищем. Давай, трехглазик. Ищи их. Где-то тут рядышком они... Во, 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 совсем близко. А так. Я тут и стоял совсем рядом. Смешиваем все это дело. Отлично. Теперь давай будем искать червя-пружина. Есть они тут? Червь-пружина где-то тут рядышком совсем. Вот он. Иди сюда. Есть. Теперь осталось найти вкусачок. Который я называю кабачок. Дает вам еду. Есть тут такие кабачки? Ну, думаю, что нет. Это летний биом по-любому. Ну да, он тут даже не ищется. Ну что, предлагаю тогда отсюда чесать. Ближайшие стелы находятся вон там у нас. Там я вижу лесенки какие-то. Можно подняться что-либо что. Через гору? Или вокруг? Ладно, короче, понеслась. Жарехонько. Надеюсь, вокруг мы оббежим. Если что, там можно было через гору. Ну да, вокруг у нас все получилось. И тут, кстати, начинается летний биом. Это очень хорошо. Мы здесь сейчас много всего найдем, чтобы сохранить наши мутации. Напоминаю, для чего мы это все делаем. Чтобы свет, свет, который излучает стражи цилиндра, не мог отбирать у нас эти мутации. Поэтому мы их защищаем. Итак, вон там лесочек. Там тепло и хорошо. Сейчас мы туда пойдем. Снова храм. А что так часто храм появляется? А? Я даже не успеваю по лицу накопить. Все, я в лес. Я в лес. Лесочек. Лесной уголочек. Где мои прелести? Ищу баклажанчики. Кабачки, баклажанчики. И крем-кремочи ищу тоже. Очень много всего ищу. Я здесь? О, а это что за пещера? Давай спустимся, посмотрим, что там у нас. Ого, какая она необычная. Так, ладно. Спускаемся. А то я хотел вначале собрать все ресурсы. Но понимаю, что я потом заблужусь в этом лесу и не найду эту пещеру. О, тут этот есть сундучок. Сундучила! Ай, 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 так не падает. Ну ладно, забираем еще и минералы заодно. Сейчас я их сразу перекину моему удивительному переработчику. Ну-ка, ну-ка, сундучок, покажи, что у тебя там. Что ты там скрываешь? А, еда. Ни одной мутации, в основном еда. Ну и хорошо. Еще я давненько хотел сбить вот эту штуку, посмотреть. Водой получится, нет? Или это просто светильник? Ну да, походу, это просто светильник. Засосать его тоже никак. Ладно, идем дальше. Изучать пещеру. Что еще приготовили нам тут? А, и все. Уголов пыльцы? Ну ладно, и на том спасибо. Пригодится. В эту пещеру, кроме меня, никто больше не спускался. Все ждут наверху. Лентяи. О, вон кто-то. Кто-то все-таки побежал. Ну что ж. Включаем третий глаз. Кусачок, пожалуйста. Есть здесь? Мы в лесу. В летнем биоме. Он тут должен быть. Похоже, что нет. Ну, кстати, тут только в лесу, слушай. Лето. А где нет леса, там везде зима. О, лизошарики. Лизошарики. У меня как раз свисток есть. Идите все ко мне. Свистком приманиваем их. Лизошарики. Ко мне. Еще больше нужно лизошариков. Так, вот ты мне тут не нужен вообще. Кислота у кого? Кислота, кислота. Пумба, давай. Отбивайся. Пошел отсюда. Он тоже, кстати, хотел мне кислотой облить, но не успел. Хо-хо-хо-хо. Так, лизошарики. Три штуки. Извините, но вы мне нужны дохленькие. Вот так вот забираем их. Вот, отлично. Стой, 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 стой. Куда покатился? Они, правда, у меня перерабатываются. Это не очень хорошо. Надо их перекинуть. Срочно. Лизошарики у нас отправляются вот сюда. А в каком количестве их надо было, я вот не помню. Сейчас посмотрим. Вот, все. Эту мутацию мы защитим. Мутация называется аналитические глаза. Смешиваем. Готово. А крем-кремыч мы здесь найдем, нет? Есть здесь где-нибудь рядышком? Нет, походу, тоже. Ладно, пойдем в храм, зайдем. Там же старейшина должен нам поведать какую-то историю о защите мутации. Так что я не удивлен, почему храмов теперь так много стало. Проекция рассказала трибумов о новом рецепте, который защитит их от жестокого света врагов. Они каждый раз одно и то же говорят, да? Вот. Мутация третий глаз. У-у-у. Надо три глаза найти. Короче, чтобы защитить третий глаз, нужно найти три мутации глаза. Вот и все. Все просто. Не азна, спасибо тебе, старейшина. Будем искать. Посмотрел назад, а тут еще мутация лежит. Давай заберем, что бы нет. Спасибо. В храме я ничего не качал. Решил сохранить по лицу на следующий раз, когда побольше будет. Ну что, движемся дальше. К той стелле. Надеюсь, не на то, что зимний биом наконец-то закончится. Очень в это хочу верить. Но не знаю, как и что нам сделает Бохран. О-о-о, вот этот чудик нам очень нужен бы. Надеюсь, что у той стеллы они будут. У них как раз-таки ядовитая железа. Ой, главное, чтобы он нас не раздавил еще. Это очень важно. Блин, там снова зимний биом. Да ладно вам. Ну хватит уже. Бегемотики. Бегите ко мне, а? Вы мне очень нужны. Ну, тут тоже зимний биом. Это катастрофа. Это потеря потерь. Но тут какие-то странные кристаллы. Да, именно эти кристаллы китуалы используют для своих корон. Требумам интересно, какую тайную силу они скрывают. Но думать о таких вещах некогда. Ведь скоро появится ужасный математик. Блин, только не он. Где же ингредиент, который превратит их кожу в кристалл? Он должен быть где-то рядом. А вот это вот это не он? Какие они прикольные кристаллики эти. Значит, ищем ингредиент. Кристальный ингредиент. Угу. Ну получается, что мы двигаемся все равно в правильном направлении. Но бегемотов нет. Их задавило цилиндром. Понятно. Железы мне пока ядовито не видать. Где кристалл? Где кристалл? Который мутирует меня в кристалл. Опа-на. А там он. Так. Мне нужен аналитический глаз. Иди сфоткай вон то чудище. Или я его уже фоткал. Да, по-моему, я его уже, кстати, фоткал. Мы встречались с ним когда-то. Похоже, он как раз-таки и охраняет этот кристалл. Где-то у него подниму. И еще летающая вот эта фигня. Очень аккуратно надо быть. Ладно, будем сейчас тут ползать. Может, мы как-нибудь оббежим их аккуратненько. Чтобы они не отобрали своим светом у нас мутации. Вокруг ничего нету. Колобок, ты мне нужен. Ты у меня классный спецназовец. Умеешь летать и прыгаешь хорошо. И ноги-присоски, если что. Он что, охраняет кристалл, что ли? Подожди. Где этот фонарь летает? Вон там. А я вот здесь. Так, так, так. Спокойно, 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 спокойно. Уходим. Кристаллы, смотри, покраснели. Опачки. А почему они покраснели? Вот он. Объединитель. Требомам нужно было быть храбрыми и умными. И найти способ победить это ужасное существо. Тогда они смогут забрать необходимый ингредиент и преобразовать себя. Я понял. Он у него внутри. А этими камнями он, короче, может стрелять. Да? Это не очень хорошо. Воу, нифига себе. Они еще и как гранаты взрываются. Объединитель ужасный враг. Но в ярости он раскрыл собственную слабость. И в чем же его слабость? Кристальные фрагменты, которые он поджигал, можно использовать против него. Требомам нужно было действовать быстро. Использовать свои хоботы. А это они умели. Я понял. Значит, вот эти штуки хватаем ребятки. Ой, ой, ой. Давай. А, я их потушил. Зачем вы их потушили? Пойдем ближе подойдем. У него там, может, еще кристаллики есть. Кристаллы есть. А, если найду. Есть кристаллы или нет? Кристаллы дай. О, о, о. Вот. Давай, пуляй. О, е, попал. Отлично. А может, я сам смогу разжечь этот кристалл? Подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Поджигай землю. Поджигай. Нет, так не работает. У него там какая-то специальная фишка. Магнитная. Какой ты интересный, а, дружочек. Хватаем. Опаньки. И, пуляем. Держи. О, 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 о. Ребята, как вас... Все, убегаем. Не смотрим на своих колобков. Игра должна нам помочь. Уходим сюда. Колобочки, все сюда, быстренько. Все тут. Короче, зомбу не вижу. Он куда-то там где-то застрял. Сосранец. Вот колобочек. Хорошо. Ладно, зомба постоянно в какие-то передряги встревает. Он любит где-то шариться. О, вот эта штука мне нужна. Я заберу, это же не против. Где кристалл? Давай кристалл. Вот этот кристалл сейчас. Ага. Берем. Треугольные предметы, упавшие с головы объединителя, наверное, это те ингредиенты, в которых три бумы нуждались для мутации. Ну, давай возьмем. Сколько я их взял? Я еще и сыр какой-то свистнул. Так, минералы перерабатываются. Стой, их, наверное, сломать надо. Так, берем минерал, давай сломаем. А в камень. Ага, в них мутации. Ладно, давай сделаем вот еще один разлом. Ага, два сломал, ну ладно. Остальное пускай перерабатывается. Черт, математик! Кому отдать мутацию? Надо срочно решать. Срочно решать, кому отдать мутацию. Давай хуги отдадим. Хуга, ты у нас будешь пухляшом-крутышом. Давай, съедай быстрей. Быстрее съедай. Седай. Седай, говорю, быстрей. Он уже идет за нами. Ножи, 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 ножи. Есть, мы кристаллы! Теперь, когда три бума преобразовали себя, нужно найти самое большое кристальное образование поблизости. Это лучший способ заставить математика поглотить их. Ну вот, он поглощает вот эти вот кристаллы. Да! Слушай, ну я думал, что мы кристаллы ищем для того, чтобы нас не заметил математик. А, ну да, точно. Он же видит, что поглощает. Он поглощает кристаллы, чтобы заряжаться. Ну и подумал, что мы тоже кристаллы и поглотил. А в голове математика есть воспоминания. Все логично, все понятно. Мы снова здесь. Снова тени людей. Какой опухлый кристаллик. Ну че, братва, у нас снова фиговая туча. И мы в башке у математика. Пойдем. И снова трибумы вернулись в странное место среди снов великанов. Можно было открыть еще много тайн. Еще больше воспоминаний вернуть. Голос сказался еще более сильным. Да. Да. Я почти могу говорить. Я расскажу вам вашу историю. Давай, 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 рассказывай. Бежим. Бежим, 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 бежим. Я хочу услышать историю. Вот человечки сидят. Че вы тут тоскуете? Можно я тени засосу? Нет, нельзя. Бежим дальше. Кто-то, кстати, говорил, что мы внутри цилиндра. Ну, в принципе, похоже. Но все-таки нас математик поглотил. Не знаю. Можно кучу догадок тут вкидывать. Посмотрим в итоге, чем все закончится. А где голос-то? История вашего народа. Изобильна и красива. До появления цилиндра каждое поколение передавало свои воспоминания следующему, чтобы удержать его от повторения своих ошибок. Постепенно вы раскрывали тайны своего мира. Строили величественные города. Вы пили песни звездам, чтобы найти других живущих, чтобы поделиться радостью существования. Да, доделились, доискались. Для того, что создали математика и ужасный цилиндр. Подождите, дайте я здесь пройду. О, это же канализационные трубы. Прикольно. А вот и квартиры. Я в дом сейчас войду. Неужели мы когда-то были людьми, а сейчас мы вот такие колобки непонятной формы? Когда вы пели звездам, многие услышали вас и впели свои голоса в общую песню. Многих уже нет, но есть китуалы, ваши старшие друзья. Когда мы услышали вашу песню, было уже поздно. На нас накатывался цилиндр. Мы ничего не могли поделать. Тут у нас лабиринты какие-то начались. То есть, получается, к нам прилетел какой-то инопланетный товарищ, хотел нам помочь, но на нас уже накатывался цилиндр. И, по всей видимости, нас вместе с китуалами перемолотило. Но мы не так сильно отличаемся от вас. Мы тоже не слишком сильны или быстры. У нас нет острых зубов, но мы упрямы. Цилиндр создает своих слуг из частичек того, что поглощает. Так и мы нашли способ помочь вам. Все мы вместе, фрагменты моего народа, воспоминания твоих предков. То, что осталось от остальных, что разделили нашу судьбу, это заговор призраков, чтобы помешать цилиндру и дать вам еще один шанс. Ого, заговоры, заговоры. Прям имперские какие-то истории. Многое еще предстоит найти. Много воспоминаний вернуть. То, что вам придется сделать, чтобы... Чтобы... Но... Наши фрагменты... Тают. Нас поглощают. Моменты, когда у нас есть сила, очень редки. Я... Только я. Но голос не может звучать дальше. Я лишь воспоминания. И все? Голос, я иду за тобой. Я иду. Ну вот и еще раз мы побывали в башке математика. Ой, я вначале подумал, что мы в космосе, а это просто снег блестит. Я чуть не офигел. Какие странные камни вверху. И там столб света интересный такой. Это сияние от луны и воды, видимо. Так. Нас где-то выкинули непонятно где. Мы уже за пределами кристаллической зоны. Ясно. О, третий глаз, третий, 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 третий глаз. Он нам нужен. Пойдем его собирать. Три таких штуки и мы сможем защитить третий глаз. Это очень важно для нас. Ну что, о, а там что? Что это такое? Интересные постройки какие. Мы туда можем доплыть. И есть какая-то штука, по всей видимости. Может тут поток воздуха или что? Что за сияние? О, кстати. Нам еще нужны... Там какая-то штука новая. Что это такое? Вот это вот, ты видишь, что это такое? Плавает тут. Давай засосем ее. Кто будет у нас мутировать? Кому бы отдать мутацию? Мутация, мутация, мутация. Зумба, может быть ты? У тебя аналитический... Ладно, давай, короче, вот этот кристаллик у нас мутирует. Давай, кушай. Посмотрим, во что ты превратишься. В рыбину какую-то, что ли? Ого, ого. Тело амфибии. Теперь с адаптированным в воде телом может плавать сколько захочешь. Прикольно. Кристаллическая амфибия. Обалдеть. Но, помимо этого, нам еще нужно собрать вот эти вот мешочки. Вот эти вот. А, это не мешочки, нифига. Это типа черепашки, амфибии эти самые. А где мешочки? Их тут нету, я с ними перепутал. А вот это что такое? Подождите-ка, можно это собрать? Что это за ягодки такие? А, это просто картошка, блин. Я, короче, на другую часть берега подбежал и нашел все-таки этих кухляшов. Сейчас поплывем амфибии. Смотри, силы у нас не тратится, это очень круто. Забираем кухляшочка. Сколько их нам нужно? Давай, справочники, посмотрим. Один. Он нам нужен был один. Все. Миссия выполнена. Черт, подери, прямо у меня на глазах утащила три бума. Куда? Куда, куда ты его хочешь утащить? Так, кислот... А, все, она выплюнула его. Ну и хорошо. Я хотел посмотреть, как колобок-амфибия будет крутиться, потому что у него не совсем колобковая форма. Но вроде ему это не мешает. Он нормально катится. Ну что, тогда поплыли в ту часть. Посмотрим, что же там у нас светится. Что это за город? Такой кибер... Киберпанковский какой-то. Что за искусственный остров на горизонте? Может, именно его нужно было найти три бумам? Может, их путешествие подходило к концу? Со всеми знаниями, что они приобрели, оставалось только поймать особую рыбу, которая даст возможность плыть, не чувствуя усталости. Но мы уже нашли, у нас все есть. У нас все ок. Слушай, ну если это финал... Не, я не думаю, что это финал. Нифига, не, ничего подобного. Я еще в пустыне не был, ну как так-то? И это не похоже на летающие острова. Вообще никак. Короче, я предлагаю с разгончика. Давай. Опа! С разгона прыгаем туда. Ну, так себе получилось, но мы плывем. Ребята, если кто устанет, прыгайте на меня. Я всех дотащу. Я кристаллический, да еще и плавать умею. Надо было, знаешь, что... А, у меня как раз лапы для плавания. С этими, с перепонками. Так что я нормально плыву еще, быстро. Кусок льда или нет? Какая странная, тут вода. Словно, тут что-то разлили. Но вроде бы нам это вообще не помеха. Что у нас здесь есть? Какие-то интересные предметы. Это можно съесть? А то я кушать хочу. Можно? О, отлично. У-у-у! Нам еще вот этот четвертый ингредиент нужен для того, чтобы защитить нашу мутацию пузыря. Так что давай это все соберем. Соберем. И чуть-чуть поедим. Смотри, какие там чудовища летают на пузырях своих. Обалдеть. Чем дальше, тем таинственнее и интереснее. Ну а мы уже почти доплыли. Они на трибунов почему-то похожи, да? Реально это... А, ну нет, слушай, там непонятно, на кого он похож. Он похож на пукающих летунов, которые падают и газовым облаком накрывают. Ты заметил, что в небе начала появляться огромная куча всяких кубических руин? Ну что, последний шажок нам остался. А там... Офигеть. Там кубической форме старейшина. Огроменный. Очень огроменный. Я таких еще не видел. Теперь понятно, почему тут летают кубы везде. Я же сюда запрыгнул. Блин, как он... Он такой морщинистый, старый. Старейшина тутмете. Или тутмете. Сложно. Сложно прочитать. У него что-то хобот какой-то сдувшийся. Он живой вообще? Ты как, братиш? Офигеть. Вот это старейшина. Какой он необычный. Давай селфак с ним замутим. О-о-о, гляди, третий глаз, еще один. Еще один третий глаз. Надо тут пошариться. Уверен, тут еще есть чего-то интересное. Там у нас... Это... Разборка. Ну, то есть камни разбирать. Я вижу. А еще что-нибудь есть? Тут, короче, несколько таких вот... Это можно собрать? О, можно. Так, ребята, мне нужно у кого здесь свободное место. А, ну это гребешки. Они нам не так интересны. Мы подошли так близко к этим существам, что можно, в принципе, их уже и отсканировать. Давай, иди сюда. Сканируй. Сканируй. Вот он. Прямо перед тобой летает. Кто это такой? Это маленький гарлинг. Гарлинг. Не знаю, как правильно прочитать. И что это за существа такие? Не является отдельным видом и представляет собой раннюю стадию развития великого Гаара. Воздухоземного верблюда лиса. Кажется, мы таких уже видели, да? Три ножки взрослой особи еще не сформировались и функционируют как одна конечность, на которой животное скачет с места на место. Мешок достаточно развит, чтобы его удерживать, но не очень стабилен. Маленький гарлинг выглядит немного нелепо, но удар у него мощный. То есть, подожди, я где-то видел огромное такое существо, у которого на башке был тоже такой же пузырь, и у него на пузыре что-то там есть. И я, кажется, догадываюсь, что? Это маленькие роботы от математика. Математика. Точнее, не от математика, а от других слуг. Смотри, они падают вниз куда-то. Что? Куда они падают? Все они отцепились и падают. Может быть, это и не... Они взрываются. Офигеть. Так, надо быть поаккуратнее с ними, я понял. Ладно, пойдем со старейшиным поболтаем. Еще вот эту штуку заберем. Можно я заберу ее? Сейчас собьем ее с башки. О, отлично. Ну что, старейшина, я готов к разговору, длительному диалогу. Что ты нам поведаешь? Только не говори, что я должен стать в будущем таким же, как ты. Морщинистым и... На жопу похожим. Привет. Трибумы были рады найти друга на этом острове. Увы, скоро они поняли, что он болен. Старейшина сказал им... Так приятно встретить отряд маленьких храбрых путешественников. О, я рад перед смертью увидеть ваши лица. Мне придется расстроить вас и сказать, что эта постройка не поднимется в небо сама собой. Была надежда, что кто-нибудь принесет линзы, питавшие дворец до появления цилиндра. Но, увы, вы не знаете, о чем я говорю. И это не произошло. Но не бойтесь. Есть и другие дворцы на просторах этой великой пустыни. На золотых дюнах вы найдете тайны и сокровища, которые могут пробудить и поднять на величественную высоту дворцы трибумов, которыми наш народ так гордился. Плывите на ту сторону и найдите Киртуала, который охраняет храм моего брата. Он объяснит вам, что вы должны сделать. Желаю удачи. Знаете, что мой дух будет танцевать и петь, когда вы преуспеете в том, что не удалось мне. Блин, так жалко его вообще. А я тут его обзывал всяко-разно. Прости, дружище. Жалко, что ты умираешь. Поэтому у него такой хобот. Ну что, нам, походу, придется теперь плыть на платформах. Но куда мы поплывем, ты узнаешь в следующей серии. Ну, в принципе, ты и так уже знаешь. Ты увидишь процесс всего этого. Так что не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующей крутой серии. А на этом все. Увидимся в следующих роликах.